Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новый выпуск. В Рождество биткоин взлетел до нового исторического максимума, если говорить конкретнее, то он вырос почти до 28 тысяч долларов. Если вы биткоин-холдер, то сейчас вы должны чувствовать себя очень и очень хорошо. В моем портфеле биткоин занимает почти 70%, второе место занимает эфириум, а на третьем располагается XRP, который совсем меня не радует. Поэтому биткоин компенсирует мои убытки от XRP. Теперь давайте выясним, почему биткоин в последние дни так вырос. Вот официальная новость. Крупнейший в мире управляющий активами BlackRock с активами под управлением в размере почти 8 триллионов долларов ищет нового сотрудника на должность вице-президента по блокчейну. В соответствии с перечнем вакансий, опубликованным во вторник, в настоящее время BlackRock ищет человека на вакансию вице-президент и руководитель по блокчейну. Это абсолютная правда. В описании сказано, что этот сотрудник должен иметь 4 года опыта разбираться в технологических основах технологии блокчейна, включая криптографические хэш-функции, механизмы распределенного сетевого консенсуса и криптографии общественных частных ключей. Судя по описанию, соискатели должны быть хорошо знакомы с внутренней работой блокчейнов и одной из основных обязанностей станет оценка цифровых активов. Кроме этого, подходящий кандидат должен иметь опыт в разработке и формулировке методик фундаментальной оценки для криптоактивов и децентрализованного управления, связанного с блокчейном. Также BlackRock отметили скорость, масштабируемость, конфиденциальность и безопасность блокчейн-сети как основные зоны, с которыми кандидат должен быть знаком и в которых он будет работать. Я вам уже показывал на прошлой неделе, что директор по информационным технологиям BlackRock говорил о том, что биткоин как минимум останется надолго и, возможно, даже сможет заменить золото. Давайте я вам покажу прямую цитату Рика Райдера. Криптовалюта – это реальная вещь. Думаю ли я, что она достаточно надежная и долгоживущая, чтобы занять место золота? Да, я так думаю, потому что криптовалюта намного более функциональная, чем слиток золота. Ребята, как вы видите, самый крупный в мире, управляющий активами BlackRock, возможно, только что возглавил следующий криптовалютный буллран, который будет в 2021 году. Я буду продолжать следить за этой темой и держать вас в курсе. Однако у BlackRock есть конкурент. Возможно, буллран возглавит Майкл Сейлор, глава компании MicroStrategy. Это будет биткоин буллран на институциональном уровне. Я хочу показать вам отрывок из этого интервью, там все достаточно понятно. Ведущий спросил у Майкла Сейлора, сколько денег вы заработали после инвестиций в биткоин на данный момент. А затем задал еще один вопрос, который заставляет прозреть. Этот вопрос показывает, насколько огромным может быть биткоин как инвестиция и как денежная система. Если вы позволите мне спросить, ненавижу задавать грубые вопросы, а еще моя мама говорила мне, что невежливо спрашивать, сколько зарабатывает человек. Но сколько вы заработали на биткоине в этом году? Ведь он растет и растет и растет. Более 500 миллионов долларов. О, это больше, чем я заработал. А есть ли у вас какие-то беспокойства по поводу того, что микростратеджи начнет ассоциироваться с биткоином, а не с вашей аналитической деятельностью и бизнес-аналитикой, которой вы занимаетесь? Не боитесь ли вы потерять вашу идентичность, которая так хорошо работала на вас по мере того, как вы все больше и больше переводите свой баланс в биткоин? Знаете, когда компании стали подключаться к интернету, я не думаю, что они беспокоились, что станут только лишь интернет-компаниями. Я не беспокоюсь, что буду биткоин-компанией. Я думаю, что лучшая стратегия для увеличения ценности акций – это подключиться к первой лучшей денежной системе в мире, которой является биткоин. Вы видите, как это делает Square, PayPal. Теперь мы сделали это. Если биткоин продолжит поощрять нас на 100% в год и нет никаких причин полагать, что этого не будет до тех пор, пока центральные банки продолжают печатать деньги, а техническая динамика продолжается, то всем компаниям, включая Apple, Amazon, Google, Facebook, всем им придется подключиться к биткоину. Любые компании с большими денежными балансами будут вынуждены конвертировать свои казначейства в биткоин, конечно, если они хотят оставаться платежеспособными, актуальными и конкурентноспособными. Мы рассматриваем себя как ранние первооткрыватели в этом пространстве, и я думаю, что это абсолютно рационально, и остальные люди последуют за нами. Ребята, Майкл Сейлор только что сказал, что большие компании, включая Apple, Amazon, Google и Facebook, просто не имеют выбора, кроме как подключиться к биткоину. Очень-очень интересно и вполне резонно. А теперь посмотрите на модель Stock-to-Flow Ratio. Цена биткоина прямо-таки прилипла к ней и развивается согласно плану. Но что я хочу сказать вам всем прямо сейчас? Это то, что нужно быть осторожными. Возможно, вам не понравятся мои следующие слова, но они очень важны. Ваши действия полностью на вашей совести. Но вот что делал и делаю я. Я вывожу свое из каждого актива, в который инвестирую. Например, я вложил 1000 долларов в тот же биткоин, сделал x2 и возвращаю свою 1000 обратно. Все остальное я оставляю в активе. Если что, это образные цифры, а не фактические. Я превращаю риск потерять в риск не заработать, и это уже совсем разные вещи. Поэтому я советую вам фиксировать прибыль. Верните свое, остальное оставьте в активе. Так вы не рискуете ничем, но рискуете лишь разбогатеть. 23 декабря биткоин стоит 23 тысячи. 24 декабря 24 тысячи. 25 декабря 25 тысяч. 26 декабря 26 тысяч. Сегодня 27 декабря уже почти 28 тысяч. Год назад мои друзья подшучивали надо мной, когда я покупал биткоин. Теперь они молчат. Чем я рисковал? Потерей бумажных денег, самого бесконечного ресурса на земле. А чем они рисковали? Потерей шанса изменить всю свою жизнь и перестать уже, наконец, годами просыпаться в 6 утра на работу. Именно поэтому самым большим риском, я считаю, не инвестировать в биткоин. А на этом все. Всех с Рождеством и наступающим Новым Годом. 2021 год изменит наши жизни кардинально. Я это чувствую. А меня зовут Богатейший Ди. И как всегда, ребята, как всегда, богатейте. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин